итак добрый день здравствуйте все кто будет смотреть записи кто подключился напрямую в мирополис добрый день на ю тубе кто сейчас подключается вижу что уже много людей подключились итак сегодня мы начинаем новый как сказать круг новый цикл по дубликации которая у нас разделена на восемь тем потому что хочется подробнее побольше останавливаться на каждой теме и сегодня мы начинаем сначала у нас сегодня будет первый вебинар меня зовут федорова любой для новичков для новых которые впервые будут смотреть я являюсь региональным куратором латвии и так получилось что создав большую дружную команду у меня получилось работать у меня получилось применить свои знания знания которые приобрела в процессе уже как сказать в процессе работы в процессе жизни в нашем проекте и вот попросили меня поделиться своим опытом вот так и получилось что мне как бы такая выпала такая честь рассказывать о дубликации о том какие шаги мы делаем для себя для своего успеха для того чтобы команда хорошую дружно построить для того чтобы каждый участник нашей команды тоже достиг какого-то успеха стих скажем так желаемого потому что все мы сюда в проект приходим с какой-то целью чтобы наши цели были достигнуты чтобы наши желания были исполнены все-таки нам приходится немножечко поработать да это тоже труд так что такое дубликация это повторение дублирование может быть копирование то есть дубликация действий наставника и она является основным методом работы партнеров дистрибутерской команде и как правило мы называемся пригласителями или спонсорами как когда мы приглашаем свою команду людей своих новых партнеров и от нашей работы от того как мы выстроим вообще взаимодействие с нашим новым партнером зависит очень многое и успех нашей команды и успех партнера который пришел в проект которого мы пригласили мы же наверняка ему пообещали что у нас очень хорошо что у нас можно построить команду что у нас можно заработать поэтому очень важно как мы будем выстраивать свою работу мы говорили много раз о том что наверное это тоже ну как бы и понятно что мы не можем полностью повторить скопировать человеку если кто-то работает очень хорошо то взять и скопировать его стать этим человеком мы не можем наблюдая за его работой взять у него какие-то фишки взять у него какие-то методы научиться чему-то задать ему какие-то вопросы и таким образом мы копируем дублируем систему работы она в принципе ее можно при представить как такую схему то есть она допустим можно сказать что система дублирования состоит из четырех шагов то есть первое это первое взаимодействие чего с человеком когда мы его куда-то приглашаем на вебинар на презентацию простую на конференцию может быть кто-то начинает прямо с экофеста с поездки в минск да у нас когда возили большие команды из вот я например возила из латвии мои коллеги возили из литвы и эстонии и у нас были люди которых мы только пригласили и мы приглашали на экофест как в какое-то путешествие вот поехали в путешествие отдохнешь потому что у нас было кроме посещения к технопарка у нас еще была культурная программа и вот тогда эти люди впервые сталкивались с проектом видели этот транспорт только там и потом они говорили а что это за чудо да и тогда ты рассказываешь что это такое как ты можешь в нем поучаствовать это тоже производит очень большой эффект так вот первый наш шаг это наше первое взаимодействие это первое первое приглашение первый контакт с клиентом второй шаг это когда мы непосредственно даем ему информацию либо на том мероприятие куда мы его пригласили он получает информацию либо от нас он получает информацию но мы должны понимать и знать точно что и какую информацию он получил то есть если мы его приглашаем на чей-то не на свой вебинар то нам естественно очень хорошо было бы его тоже прослушать если мы приглашаем посетить презентацию куда-то вот в зал по адресу человек приходит то очень корректно и очень правильно будет если мы тоже будет присутствовать вместе с ним для того чтобы мы понимали какую информацию он получил тут же после всего включается третий шаг когда мы берем у человека обратную связь когда он нам говорит что он услышал как он услышал понравилось не понравилось то есть и в этой обратной связи связи мы можем выяснить какую информацию еще нужно дать чего ему не хватило может быть да или может быть наоборот он готова классно все поехали я хочу и мы естественно должны предпринимать следующие шаги тут мы переходим в четвертый шаг это когда мы уже вовлекаем его в саму систему и систему поддержки да и вот на четвертом шаге начинается наша большая обширная работа вот поэтому вот именно вот из этого состоит наша система дублирования схема дублирования так скажем и весь наш наверное скажем так четвертый шаг он состоит уже из множества задач вот здесь мы уже включаемся серьезную работу и эти были выделены семь задач но когда я начала прорабатывать схему я все-таки нашла одну очень интересную тему и добавила ее восьмой задачей потому что на мой взгляд показалось что это очень важно в нашей работе нашей работе с нашими партнерами и так какие у нас есть задачи которыми мы должны овладевать как спонсоры как наставники постановка целей сами понимаем чего мы хотим и помогаем нашим клиентам нашим мочкам наших команд правильно ставить цели работаем с контактами как мы создаем книгу как мы работаем дальше как мы планируем свою работу как мы делаем телефонные звонки очень важно как мы презентуем проект какую презентацию мы даем как мы даем информацию и очень важно понимать что люди бывают разные у нас существует четыре психотипа и как раз таки это я тоже добавила в презентации как давать презентацию для каждого психотипа на какие мы моменты делаем акценты далее сопровождение как мы работаем на протяжении ну всего времени со своей командой как мы работаем с возражениями и как мы учим свою команду работать с возражениями и реагировать на них и восьмая задача которую я добавила это основной побуждающий фактор все-таки что людей побуждает делать какие-то действия и как его выявить и как этой информации мы можем воспользоваться и поэтому сегодня мы рассмотрим две задачи это постановка цели и создание книги контактов как мы работаем с контактами мы всегда говорим вот нужно ставить цель потому что без цели жить не интересно и вообще когда мы ставим цель тогда наша жизнь полноценной получается да она наполненная но очень важно чтобы наши цели вообще совпадали с нашей мечтой чтобы эти чтобы цели были не таким чем-то вот мне надо это сделать поэтому да я ставлю цель и я к ней иду да хорошо было бы чтобы это была наша мечта я очень хочу этого сделать поэтому я свою мечту сделаю целью и буду к ней идти то есть мы можем четко разложить по полочкам весь путь к своей мечте и разбить на такие этапы под этапы да как говорится есть основная цель есть маленькие под цели даже в какой-то существует разные методики которые рассказывают от тех же целях и где-то вот в каком-то на каком-то семинаре я услышала такую формулировку что есть одна большая красная цель это вот наша мечта и когда мы к ней идем мы ставим много много синих маленьких целей да то есть это идут определенные отрезки пути на каждом мы ставим определенную цель это как наши 15 этапов как развивается наша технология да когда на каждом этапе у нас есть определенная цель собрать с определенную сумму денег и выполнить определенный на этом этапе объем работ да это наши синие цели а большая наша красная цель какая запустить наш транспорт и закончить проект наш да и пустить его как говорится свободное плавание по миру очень важно почему говоря говорится правильно или неправильно ставить цель очень важно проговаривать чётко четко понимая чего мы хотим поэтому существует такая система она называется smart по которой ставится наша цель мы визуально сейчас вот мы проговариваем что мы хотим вот мы четко понимаем что мы хотим и определить мы можем только тогда когда мы поймем что наша цель конкретная она конкретно мы можем ее проговорить мы можем себе представить по каким параметрам мы поймем что наша цель достигнута да мы можем ее измерить мы можем себя представить на том конце мы можем визуализировать результат мы можем себе представить свой результат она должна быть совершенно измерим также она должна быть достижимая для того чтобы мы понимали сможем ли мы дойти до этой цели нам необходимо проанализировать все свои ресурсы которые мы имеем это может быть временные ресурсы это может быть финансовый ресурс это может быть даже какие-то наши энергетические ресурсы хватит ли у нас сил дойти до той цели которую мы себе ставим она должна быть абсолютно реалистично еще говорят значимое то есть когда мы должны понимать какие плюсы какую выгоду несет нам цель то есть есть выгода есть цель будем к ней идти нет выгоды но к ней идти не хочется вот и она должна быть определена во времени в обязательном порядке нам нужно себе давать какие-то временные рамки во первых мы будем понимать даже по времени сколько пути мы уже прошли сколько нам осталось это для нас тоже очень важно сколько шагов мы сделали если мы разбиваем еще на какие-то этапы на какие-то цели это вообще замечательно тогда мы четко прям видим что вот первый этап выполнен второй этап выполнен третий этап и вот нам осталось еще совсем немножко то есть конкретное измеримое достижимое реалистичное определенного времени все ничего сложного в этом нет и может быть даже кто впервые слушает у каждого же она из нас есть мечта есть какая-то цель уже сейчас на данный момент который мы идем и может быть сейчас когда мы договорим до конца эту тему когда я проговорю может быть кто-то из вас поймет правильно ли он вообще поставил ее и может быть нужно что-то доработать я буду очень рада если эта информация будет вам полезной ну смотрите давайте приведу сначала пример такой жизненный допустим там за пять лет я хочу приобрести квартиру то есть я понимаю что я ставлю временные рамки пять лет я знаю четко цель квартира я могу ее себе представить да вот она квартира я не говорю что я хочу быть счастливой потому что вот какая я счастлива вот это вот она не не определенная какая-то цель да а когда она будет четко четко определенная это квартира то есть даже сейчас ставит цель я хочу быть счастливым то можно задать встречный вопрос а что тебя сделать счастливым и тогда он скажет а счастливым меня сделает в данном случае квартира потому что я мечтаю о ней своей собственной квартире а может быть кого-то сделать счастливым поездка на северный полюс все и тогда он уже определил четко свою цель то есть мы хотим квартиру мы значит так мы понимаем сколько нам нужно денег мы можем наметить себе на пять лет разбить себе по этапам сколько в каждый год мы должны заработать для того чтобы эту квартиру купить мы понимаем что одна для нас абсолютно значимая потому что у нас например сейчас нет жилья или там я живу с родителями я хочу жить отдельно лежу на съемной квартире хочу жить своей собственной квартире то есть какая будет выгода от того что мы приобретаем эту квартиру и таким образом когда мы полностью все оговорим мы понимаем как поставить эту цель если взять перенести допустим на работу в наших командах но тогда точно также можно за один год достичь статуса топ-эксперта то есть мы понимаем конечная цель топ-эксперт это вот значок и премия да ну что будет когда мы достигнем мы получим значок мы поймем что мы достигли мы получим время мы поймем что мы достигли мы получим дополнительный топ бонус а вот мы ставим себе временные рамки год как достичь мы знаем то есть какая выгода мы знаем значит путь по которому мы Будем идти только к топ-эксперту. Мы знаем, что мы проходим через лидера, через мастера, через эксперта. Какую работу нужно выполнить на этих этапах, мы тоже знаем. Вот мы ее размечаем и таким образом мы намечаем себе работу на год. Допустим, первый месяц 10 прямых сделок, за 2 недели перейти в ранг лидера. Следующие 2 недели своих трех партнеров, которые помогли нам перейти в ранг лидера, тоже дойти с ними до ранга лидера. И в конце месяца достичь мастера. Все, первый этап закончен. Мы его расписали, мы знаем, что нам делать. Дальше расписываем следующий месяц и так далее. То есть на самом деле совершенно не сложно. Попались материалы Брайана Трейси, такая заметка, метод достижения цели за 12 этапов. Мне тоже понравился, потому что это та же система смарт, только более подробно разложена на какие-то 12 этапов. И есть такие мелкие вещи, которые для меня оказались полезными в постановке цели, например. Первое, что цель, чтобы она была достижимой, она должна быть личная. То есть желание должно быть личное, не чужое. Не родители сказали пойти получить диплом медика, а я сам хочу быть врачом. И так дальше. То есть это должно быть наше личное желание. Дальше у нас должна быть вера в исполнение целей. И вот здесь как раз повторяется из системы смарт, что она должна быть реалистичная. Она должна быть возможна для восприятия нашего подсознания хотя бы 50 на 50. То есть вероятность ее исполнения 50 на 50. То есть где-то будут какие-то у нас моменты трудные, но это же нужно обязательно. Необходимо делать какие-то достаточно сложные цели себе ставить, чтобы мы учились выходить из зоны комфорта. Потому что чем чаще мы будем выходить из зоны комфорта, тем больше мы сможем достичь в этой жизни. Поэтому когда мы ставим цель, то, конечно же, мы, как говорится, как Брайан Трейси говорит, ставьте сложные цели, ставьте трудные цели. Тогда вам будет интереснее к ним идти. Очень хорошо записать все. Прямо подробно во всех деталях все расписать. То есть вот опять-таки главная цель, потом промежуточные этапы, где, что, на каком этапе мне необходимо будет что-то сделать. То есть это уже будет своего рода план. И этот план уже гораздо легче, когда он есть, гораздо легче его применить к исполнению. Потеряла слово. То есть его будет легче исполнить, если он будет прописан, если каждый шаг уже будет прописан. Точно так же прописать пользу от этого достижения, от этой цели. То есть есть выгода, есть мотивация. Мы должны понимать, какая будет польза. Допустим, если мы хотим дом, ну, к примеру, мы будем строить дом, мы будем к дому своей мечты идти, то мы прописываем все, что бы мы хотели видеть в конечном результате. Например, что это будет двухэтажный дом с подземным гаражом на две машины. Это будет большая веранда, там, застекленная, не застекленная, под навесом. Это будет большой газон, на котором у меня будет обязательно поставлена, не знаю, барбекю-зона или еще что-то. То есть, ну, абсолютно все. Там светлая большая кухня. Я хочу, чтобы у меня на веранде обязательно стояли два кресла-качалки. То есть мы все-все-все это прописываем, проговариваем, и все это визуализируем, так скажем. Дальше. Мы анализируем ситуацию, что у нас есть на сегодня, с чем мы сегодня стартуем к достижению своей цели. Устанавливаем точный срок. Если у нас что-то в процессе пути не получается, мы всегда можем переписать, мы всегда можем перепланировать, как говорят наши навигаторы в автомобилях, да, перепроложить маршрут. Мне очень нравится это выражение, когда она говорит, поверните направо, а вы вдруг поехали прямо, и она такая, перепроложить маршрут. Она начинает искать новую дорогу, чтобы все-таки отправить нас туда, куда она хотела нас отправить. Да, поэтому мы устанавливаем сроки на наш взгляд, какие бы для нас были самые желаемые, самые комфортные. Ну, а дальше будет уже видно в процессе, как говорится, работы. Дальше мы определяем препятствия, которые нужно будет преодолеть. То есть с какими трудностями мы можем столкнуться при достижении своей цели. Допустим, если человек хочет строить дом, и он прям хочет сам все контролировать, видеть, как закладываются фундаменты, чуть ли не самому участвовать для того, чтобы все было очень надежно, возможно, ему нужно будет даже поучиться и почитать, как правильно делать фундамент. То есть это восьмой пункт, определить, какие дополнительные знания потребуются. Да, я уже забежала вперед. То есть не просто наблюдать, что там делают строители, а понимать, что они делают. Значит, может быть, мне нужно будет какую-то литературу еще почитать, да, но я тогда буду четко понимать, что они делают правильно. Либо, если мне не понравилось, что они делают, я могу вмешаться и могу там как бы скорректировать их работу. Возможно, нам понадобится помощь каких-то людей или организаций. Мы тоже должны понимать наперед. Опять-таки, когда мы четко пропишем эту цель, когда мы пропишем четко путь, там уже все будет достаточно легко, прозрачно и видно, нужна ли нам будет какая-то помощь или не нужна будет. Мы создаем, конечно, план. Прям четкий-четкий план. Вот как мы будем идти и что мы будем делать. Одиннадцатый пункт, очень приятный, это визуализация достигнутой цели. То есть мы рисуем себе картинку нашего дома. Коль мы сегодня с вами строим дом. Вот наш дом, вот два этажа. Вот мы видим абсолютно каждый уголок. Мы видим интерьер, там кухни, прихожие, спален, стены. То есть мы переносимся в ображение туда, прям себя туда перемещаем и наслаждаемся результатом. Это очень полезная такая, наверное, даже можно это отнести к аффирмации. Я уже там, у меня уже есть дом. Вот такой большой, красивый. Дом моей мечты. Это очень помогает, заряжает нас, даёт нам силу духа и помогает на нашем пути в достижении нашей цели. Ну и самое главное, дать себе обещание не сдаваться и дойти до конца. Неважно, какие будут препятствия, главное верить в себя и упорно идти к своей цели. То есть я не сдамся. Я, будут трудности, я перепланирую что-то, я, возможно, даже отодвину, но я не сдамся. Это тоже очень важно. И вот сейчас, вот как я вначале сказала, если у вас даже уже, может быть, есть какая-то цель, какая-то мечта, к которой вы уже идёте, вот сейчас подумайте, пригодились ли вам вот эти знания, вот эти пункты, которые я сейчас проговорила, и, возможно, с помощью их вы сможете изменить что-то уже в своей цели, в своём пути к этой цели. Буду очень рада, если действительно вам это поможет. Также есть такое задание, очень многие тренера дают задание такое, чтобы мы делали карту желаний. То есть мы помещаем себя в центр большого плаката и вокруг приклеиваем красивые картинки, подписываем их, как будто бы всё уже произошло, всё то, чего мы хотели бы достичь, что мы хотели бы получить. Это тоже очень такая полезная вещь. Вы понимаете, как бы там ни говорила, но информация вокруг нас витает, энергии вокруг нас всевозможные витают. Мы во всём этом находимся, в этом поле. И если мы себя будем окружать вот такими вот красивыми картинками и своими желаниями, и мы будем смотреть на них, и мы будем думать об этом, мы будем визуализировать, то все наши желания, они как раз вот в этом пространстве тоже будут зафиксированы, и они обязательно сбудутся. Но какие бы цели мы ни ставили, идти к ним, естественно, нам помогает наша команда. Мы же всё равно говорим о том, об участии в проекте, о работе в нашем проекте. И мы понимаем, что заработать и идти к своей цели нам поможет команда и её работа. Поэтому очень важно, чтобы мы знали, как эту команду наращивать, как эту команду создавать и как с этой командой работать. И самое первое задание, которое нам дают на многих тренингах, это напишите стол контактов. И я вам скажу, что это задание иногда кажется глупым, когда ты не вникаешь в тему, тебе кажется, ну почему все начинают именно с этого. Но в этом есть очень большой смысл. Во-первых, это заставляет нас вспомнить всех знакомых людей. И на первый взгляд нам кажется, что у нас их очень мало, но на самом деле у нас их очень много. Так, здесь порядок. Потому что нам для нашей работы нужно регулярно приобретать новые контакты, нужно расширять этот список. Но прежде всего нам надо его начинать создавать. И начинать создавать мы будем, конечно же, в первую очередь из своей памяти. Да, мы можем открыть свой телефон, посмотреть телефонную книжку. Может быть, у кого-то даже сохранились какие-то старые записные книжки в бумажном варианте. Сейчас уже как-то мы уже перестали записывать на бумагу. Но это на самом деле очень полезно. Также очень важно, когда мы пишем этот список контактов, вот его нужно писать на бумагу. Тот уже, с которым мы начнем работать. Его нужно обязательно записывать на бумагу. Писать информацию, записывать, какую мы знаем об этом человеке, которого мы вспомнили. Номер телефона, просто имя. Может быть, мы e-mail вспомнили. И пишем заметки. Кто это, что это, где мы с ним познакомились. Ну, для себя. Хорошо, если это наш очень близкий знакомый, тогда нам, в принципе, особо заметкой не нужна, кто это, что это за человек. Да, но иногда бывают какие-то такие шапошные знакомства или контакты через третье лицо. Поэтому, конечно, заметка обязательно нужна для того, чтобы при звонке мы могли посмотреть, сказать, ой, Владимир, здравствуйте. Мы с вами вот ехали там в поезде год назад. Я бы еще советовала делать вторую колонку, где будут заметки после звонка, после первого звонка. То есть первая колонка заметок – это что это за человек. Она, это информация человека, нам нужна перед первым звонком. Вторая колонка нам нужна после звонка, для того, чтобы мы отметили там, до чего мы договорились, получилось, не получилось, идем дальше, не идем. Может быть, договорились о звонке в другое время. То есть чтобы мы потом не забыли, чтобы мы не забыли перезвонить, если мы пообещали. Мы делаем колоночку с заметками, которые мы пишем после звонка. Есть такая статистика, что к 21 году у каждого человека есть примерно 200 знакомых людей. Поэтому, когда нас просят сделать список из 100 контактов, поверьте мне, они у нас есть. И забегая вперед, скажу, что люди, с которыми мы будем общаться, которых мы будем приглашать из нашего этого списка, 20-30% обязательно скажут нет. То есть они не пойдут к нам, они не согласятся, возможно, даже не захотят встретиться, не захотят слушать информацию. Они имеют на это право. Это статистика. Их это может не интересовать совершенно. Поэтому, когда мы пишем список контактов из 100 человек, мы мотивируем себя писать контакты в список из 200, 300 и так далее. То есть расширять, расширять, расширять этот список. Ну, какие есть варианты составления списка? Ну, например, мы можем просто работать со всеми людьми, которыми мы знаем. Вот берем только тех, кого мы знаем. Вот мы не любим холодный рынок, мы не любим чужих людей, мы не любим даже рекомендации. Мы берем только тех, которых мы знаем. Их легко разделить на три категории по следующему принципу. Первое. Люди, на которых мы имеем влияние. Люди, у которых может быть интерес к проекту. И все остальные. Почему рекомендуется разделить на три категории? Потому что люди, на которых мы имеем влияние, для которых мы авторитет, с теми людьми мы разговариваем, вернее, с каждой из этих категорий мы выстраиваем разговор по-разному. То есть там, где есть влияние, мы говорим, слушай, привет, ты вот говорил, что хочешь дополнительный заработок, хочу тебе кое-что предложить. Ты знаешь, я тебе ерунду не предложу, я уже в проекте, я уже все попробовала, у меня получилось. Я думаю, что у тебя тоже получится. Поэтому давай, мне нужно сейчас командуть человек, и я бы, конечно, хотела тебя. Давай, ты просил? Пробуй. Поверь мне, пробуй. Человек знает, что вы для него авторитет, что у вас действительно все хорошо получается, и он пойдет, он пойдет пробовать. Там получится или не получится, это уже второй вопрос, но он пойдет. То есть вы выстраиваете разговор по-разному. Люди, у которых может быть к этому интерес, это, ну, может быть, бывшие или действующие сетевики, у которых либо там уже все рухнуло, либо они перестали заниматься этим по разным причинам. Но вы знаете, что этот человек знает, что такое бизнес, у него есть хорошая охватка. Вы приходите, ему так и говорите. Слушай, вот ты там со своими кремами возился, возился, я знаю, что ваша компания сейчас немножечко заглохла, затихла. У меня есть интересный проект. Я знаю, что ты умеешь, я знаю, что тебе это может быть интересно, потому что у нас очень хороший маркетинг. Если мы разговариваем с сетевиками, вы это сразу почувствуете, даже если вы не знаете, что это сетевик, вы почувствуете, что это сетевик, потому что он начнёт задавать вопросы. И в первую очередь он будет говорить о маркетинге. Поэтому тоже выстраиваем с ними разговор по-другому. Ну, а все остальные мы уже смотрим, кто это, какое знакомство, как давно мы с ними последний раз встречались. И, конечно, там уже выстраиваем разговор по-другому. Либо мы просто приглашаем встретиться, либо мы, не знаю, случайно нажали кнопку. Ой, прости, слушай, я хотел позвонить Саше белому, а позвонил тебе, Саше серому. Прости, ну ладно, раз уж я тебе позвонил, как твои дела, как ты, что ты, где ты. Тоже интересный такой способ. И человек не заподозрит, что, ой, что же ты ему от меня надо? Два года не звонил, он вдруг звонит. Вот, и вам легче начать разговор. Вот, также можно делить наш список, это как бы второй вариант, на три сегмента сразу. То есть мы будем делать три списка. Первый список – это горячий рынок. Второй список – тёплый рынок. Третий список – холодный рынок. Что такое горячий рынок? Это наши родные, это наши близкие, это друзья, которых мы вспоминаем моментально. Это первые там 15, 20, 30 человек, которых мы сразу же напишем, имена напишем их сразу из головы, никуда не заглядывая. Это пойдут люди, с которыми мы очень часто встречаемся, общаемся. Это люди, которым мы можем позвонить, сказать, привет, как дела, как у тебя там твои соревнования прошли, как там поездка, как твои родители. Да, это такие, ну, может быть, это не совсем близкие друзья, но люди, с которыми мы встречаемся и общаемся. Вот, также это опять люди, которые интересны нам, мы их быстро вспомним, это наш горячий рынок. Люди, которым интересны мы, значит, мы с ними как-то общаемся, мы что-то им передаем, они у нас чему-то учатся. Люди, на которых у нас есть влияние, вот как раз все эти категории, о которых мы только что говорили в первом случае, да, они все входят сейчас уже у нас в горячий рынок, да, и люди, у которых может быть интерес к этому проекту, который мы предлагаем. То есть мы с этими людьми знаем, как говорить, нам не надо ничего придумывать. Мы можем делать им звонок без всякой подготовки. Теплый рынок – это люди, с которыми мы иногда пересекаемся и общаемся, но мы знаем их, да, они знают нас. Нам не нужно будет долго-долго ему рассказывать, кто же я и когда мы там познакомились, да. То есть это могут быть наши одноклассники, с которыми мы давно не виделись, но они сразу вас вспомнят, да. Там одногруппники из высших учебных заведений. Вот. И если мы себе, каждый сам себе, если он еще этим не занимался, составлением списка, и вот сейчас, если вы представите себе, сколько у вас, допустим, таких знакомых из теплого рынка, не из близких, а из теплого рынка, просто знакомых, может быть, даже визуально знакомых, вы знаете, что он где-то там работает, и как его зовут, да, то любую цифру, которую вы сейчас назовете наугад, вот вы себе как бы проанализировали задание, да, написать список людей из теплого рынка, с которыми вы иногда встречаетесь, и вы начинаете их вспоминать. И вы думаете, ну, у меня, наверное, таких человек 50, не больше. Вот. То есть вы сейчас назовете эту цифру, зафиксируете ее, и потом, после того, как мы доведем тему до конца, попробуете по этим рекомендациям этот список составить, то увидите, что ваша цифра будет очень отличаться. Та, которую вы предполагаете, и та, которая у вас получится в конечном итоге. То есть если их сравнить, вы увидите, насколько они отличаются. Здесь существует при составлении списка с теплыми контактами, существует такая определенная, ну, скажем так, две системы подсказок. Первая система по ассоциациям. Вы начинаете себе сразу представлять. Вот вы написали людей, которых вы знаете, там, 40-50 человек, а потом начинаете так, знаю ли я усатых, да, у нас ассоциация. И вы раз и сразу же вспомнили усатого человека. Ну, одного вы сразу вспомните. Есть ли у меня знакомые, которые носят очки? Ну, поверьте, сразу вспомните. Есть ли у меня люди, у которых очень звонкий голос, которые любят всех куда-то организовывать? Может быть, есть у меня знакомые лысые. А может быть, в данный момент у меня кто-то из моих знакомых болеет или вообще болеют, там, ну, разные бывают. А может быть, у меня есть знакомые, которые хорошо зарабатывают или выиграли в отреи, или удачно вложили деньги. Вы сами эту ассоциацию себе придумываете, понимаете? Может быть, у вас есть позитивщики. Есть ли у меня знакомые позитивщики, которые не унывают ни в какой ситуации? Ну, вы вспомните обязательно. Спортсмены, которые вот на это самое, там, получали какие-то награды, участвуют в турнирах. Естественно, сразу, вот только я сама сейчас сказала спортсмены, я вдруг вспомнила, что здесь же не обязательно думать о соревнованиях, об участии в каких-то там состязаниях. Да, это могут быть любые наши тренировки, это могут быть наши пилатесы, куда там мы все любим ходить, в зал, в качалки всякие, да, это все тоже спортсмены. Это все люди, для которых там спорт имеет какое-то значение. То есть, и вот такие ассоциации мы можем придумывать сами себе, сами, по внешнему виду, по чертам характера, по национальности, по отношению к делу, стиле одежды, профессии. То есть, любую ассоциацию придумывайте, и вы обязательно кого-то вспомните, и кого-то вы запишите. Мы же как составляем список? Нам главное имена. Сначала только имена. Потом дальше мы начнем искать каких-то общих знакомых. Мы потом этот список будем дополнять информацией. Мы будем находить e-mail, находить их номера телефонов. И есть такой закон вселенной, что информация начинает притягиваться. Как только вы этого человека записали в лист свой, бывает же такое, что ты через два дня его просто встречаешь, и ты говоришь, слушай, я же тебя два дня назад вспоминал. Да, всё, вам даже есть о чём поговорить. Ну так вселенная работает, так её законы работают. Ну ничего не поделаешь. Главное, пишем имена. Вторая система подсказок – это воспоминания по ситуации. Вот здесь как раз мы начинаем вспоминать себя начальную, среднюю школу, высшую учебную заведение, преподаватели, которые у нас были. Или, может быть, у нас уже дети выросли, тогда преподаватели наших детей, воспитатели, дальше семинары, тренинги, курсы всевозможные. То есть мы начинаем создавать некую ситуацию, в которой мы были, и тут же наша память начинает восстанавливать людей, которые в этот момент с нами рядом находились, с кем мы там познакомились или взаимодействовали. И тоже путешествия, знакомые в других городах и странах – это вообще самая шикарная категория, это потому что мы можем делать туда ветку, мы можем сами приехать, провести презентацию, и мы можем делать ветку в другом городе. Это как бы группу какую-то, да, то есть взять своего знакомого и рассказать ему, показать, как развивать команду, строить. И получается, что мы ему помогаем построить команду, но это вся команда в его городе будет его командой, да. Но мы-то понимаем, что это еще и наша команда. Поэтому, когда мы находим каких-то наших знакомых, которые живут не в нашем городе, это, ну, классно, это здорово. Вот. Ну и так дальше пошли там коллекционеры, соседи и все. В общем, мы начинаем вспоминать людей, начинаем вспоминать их лица, их привычки, увлечения, и список наш будет разрастаться, нам будет с чем работать. Вот. И холодный рынок. Что такое холодный рынок? Это люди, с которыми мы не знакомы напрямую. То есть это по рекомендации через кого-то, это знакомство прямо на улице. Но холодный рынок – это поиск партнеров там, где, казалось бы, их нет, потому что мы понимаем, мы их не знаем, значит, там нет наших потенциальных партнеров. А на самом деле все наоборот. Мы их не знаем, но там есть наши потенциальные партнеры. Главное – сделать эти шаги. Вот здесь как раз-таки выход из зоны комфортно. Холодный рынок, он, скажем так, по плечу не каждому. Но если знакомство с людьми, выход на холодный рынок, преподнести себе как некую такую азартную игру, я сделаю это. Вот я сейчас пойду и сделаю. Вот я сейчас пойду с этим человеком, познакомлюсь. Я сейчас придумаю любую причину, чтобы с ним познакомиться. И я возьму его контакты. И если не сейчас, то чуть позже я обязательно расскажу ему, чем я занимаюсь. Поэтому холодный рынок – это просто безграничное пространство наших потенциальных партнеров. И выходить на него нужно. Конечно же, сначала мы берем рекомендации. Мы начинаем с самого простого. Мы берем рекомендации у третьего лица. Проще всего позвонить человеку и сказать, «Здравствуйте, Владимир Иванович, ваш телефон мне дал тот-то, тот-то, тот-то». Мы с ним сейчас в проекте, в очень интересном. Он сказал, что вас это может заинтересовать. Поэтому я хотела бы встретиться с вами буквально на каких-то несколько минут, чтобы мы в общих чертах обговорили и, возможно, назначили бы какую-то более долгосрочную встречу, где я могла бы вам рассказать. То есть рекомендации у третьего лица – это самое простое, с чего мы начинаем. Дальше мы можем выходить на людей с какими-то конкретными интересами. Это то же самое, что мы записываемся в зал. Там есть определенные интересы, и мы с этими людьми там познакомимся, общаемся. Можно использовать списки уже готовых имен, готовые списки имен. Но таких списков сейчас становится все меньше и меньше. Это уже в связи с новыми законами о защите личных данных этих списков действительно все меньше. Поэтому можно обратить внимание на какие-то рекламные сайты, где люди что-то продают. И больше всего могут вам подойти люди, которые подают объявления о продаже автомобилей. Это люди, которые занимаются таким мини-бизнесом. И они понимают, что такое зарабатывание денег, и они готовы рассматривать разные варианты. Более сложные, более простые. Ну и, естественно, посещаем места, где можно познакомиться. Это какие-то выставки, это какие-то мероприятия, там, не знаю, фестивали. Ну и самый такой простой, экстремальный способ, когда мы просто выходим и просто на улице знакомимся. Находим любую причину, чтобы заговорить с незнакомым человеком. Но это тоже иногда бывает интересно. Конечно, не рекомендую ловить человека на улице, который бежит по тротуару, смотрит себе под ноги, не поднимая головы вверх, он в своих мыслях, он, ты сам, вы там останавливаете его. Здравствуйте, подскажите, как пройти, давайте познакомимся. Хорошо знакомиться с людьми в каких-то парках, может быть, когда они тоже в расслабленном состоянии, когда они никуда не спешат. Можно у них что-то спросить, можно с ними о чём-то поговорить, поделиться какими-то впечатлениями о том месте, в котором вы находитесь. Кстати, это очень хорошо работает в незнакомых городах. Вот вы приезжаете в какой-то незнакомый город, и вы понимаете, да, я действительно здесь никого не знаю, поэтому я могу подойти к любому человеку и спросить, где находится это, какие интересные места можно посмотреть в вашем городе, потому что я проездом, я там на два дня, я там ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то. То есть это тоже очень хорошо работает. Вот, иногда в таких знакомствах можно приобрести друзей на, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Да, такое тоже бывает. Вот, поэтому что хочу сказать, способов очень много. Эти способы доступны, они все работают. Главное для нас всё-таки научиться, не бояться и выходить из зоны комфорта. Маленькими шагами. Не обязательно сразу бросаться в ум с головой. Так чаще всего не получается и не работает, и можно набить себе шишек, и потом всё, ай, нет, всё, не буду, не буду, не буду, это не моё, не хочу. Нет, маленькими шагами. Вот именно поэтому мы говорим, что, мы говорим о постановке целей, именно поэтому мы говорим о планировании, когда мы планируем всё постепенно, пошагово. Сделал первый шаг, такой, который более сложный, чем я делал вчера. Сделал, похвалил себя, я молодец, у меня всё получилось. Планируем дальше. Следующий шаг опять усложняем какую-то задачу для себя, для того, чтобы мы росли и в своих глазах собственных тоже. Это очень важно, когда мы сами себя мотивируем и сами растём в своих собственных глазах. Это даёт нам сил, это даёт нам энтузиазм, это даёт нам энергию очень большую. Мне понравилось выражение, когда спрашивают, чем ты занимаешься. Вот вы, допустим, разговариваете со своим знакомым, чем занимаешься, как поживаешь. Вот он вам рассказал, 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 а потом говорит вам. А ну а ты-то чем занимаешься? Мне очень понравилось выражение «продаю образ жизни». Ответ такой «продаю образ жизни». Этот ответ обязательно влечёт за собой следующий вопрос. Это как? Это что? Расскажи. То есть он как будто бы понятный. Я продаю, я что-то продаю, но он в то же время непонятный. И всегда даёт не шанс, как сказать. Ну то есть в обязательном порядке в 99% последует вопрос. Это как? Расскажи, а что это такое? И у вас уже завязывается разговор, и вы тогда можете хотя бы в двух словах рассказать, чем вы занимаетесь. Потому что мы уже тоже говорим всегда, что не каждого своего знакомого, с которым у нас происходит первая встреча, первый контакт, не каждого мы сразу приглашаем в бизнес. Кого-то, может быть, мы пригласили на этот контакт и сразу ему рассказываем, потому что мы сразу сказали, для чего мы пригласили. Люди с тёплого рынка, всё-таки с ними нужно поговорить, нужно расположить. Мы говорили уже и будем ещё говорить, что очень важно вот этот первый контакт, создать доверительные взаимоотношения, создать такую тёплую беседу, а не грузить сразу человека чем-то там своим. Поэтому об этом мы будем более подробно говорить на следующих встречах. И хочу привести вам такой маленький пример, как делать список контактов, как его делают мастера мульти-левел маркетинга, сетевики. Они заводят большую тетрадь, на целый разворот делается таблица. И вот в первую колоночку, то есть она будет у нас примерно на 5 колонок точно. И пятая колонка у нас будет самая большая, для неё оставляется по ширине целая страница. Что мы там пишем, для чего это нам нужно? Первую колонку номер по порядку, это понятно. Второе имя пишем более подробно. И если человек хочет и нравится, чтобы мы по имени-отчеству обращались, и он так вам представился, или вам его так представили, обязательно записываем всё. И дальше записываем контакты, номера телефонов, e-mail, WhatsApp, Viber, все мессенджеры, где этого человека можно найти. Дальше идёт четвёртая колонка – информация о человеке. Здесь мы всё, что мы о нём узнали, всё фиксируем для себя, чтобы мы понимали, кто это перед нами, что это за человек, чем живёт, чем увлекается, какое у него семейное положение. То есть если мы эту информацию узнали, или нам её сказали, или человек сам в одной, во второй беседе открывает нам что-то о себе, мы это всё фиксируем для того, чтобы, во-первых, мы понимали его увлечение, его направленность, что ему нравится, что не нравится. Во-вторых, когда мы разговариваем с ним и спрашиваем его о тех моментах, которые ему дороги, которые ему интересны, то мы тем самым располагаем человека к себе. Он понимает, что вы искренне интересуетесь, он понимает, что вы запоминаете его интересы. Если он вам на прошлой встрече рассказал, что он был на выставке собак со своим любимцем или едет, собирается на выставку и встретится с вами только после выставки, потому что вот сейчас у него нет времени, у них тренировки, то при встрече, а вы себе отметили это, то при встрече вы спрашиваете, как прошла выставка, как вы съездили, или все ли у вас получилось, как вы планировали. Поверьте, человек этим живет, ему очень приятно, что вы интересуетесь, поэтому эта информация о нем, своего рода досье мы собираем. Эта информация для нас очень важна. И вот пятая колонка, самая большая, где мы фиксируем наши касания. Сетевики называют это касание. Я, наверное, скажу, встречи. То есть первое знакомство, где мы с ним познакомились, мы для себя отмечаем, где мы познакомились, как мы познакомились, это была рекомендация или еще что-то, место там обстоятельств. на какой день мы назначили встречу, какие у нас были договоренности о звонках, может быть, у нас уже были какие-то встречи, мы на этих встречах что-то дали ему, какую-то информацию, что-то пообещали ему еще дать. Вот эти касания мы все туда записываем, для того, чтобы мы не потеряли и не забыли выполнить то, что мы пообещали. Тогда мы будем для этого человека во-первых, профессионалом, компетентным, компетентным профессионалом, серьезным, достаточно серьезным человеком, который человек дело пообещал и выполнил. И тогда с нами будет приятно иметь дело. Но так как мы все не можем держать в голове, ну вот не можем мы держать, если у нас действительно на список будет разрастаться, и там будет не 100, не 200, а гораздо больше контактов, то, конечно, очень хорошо, чтобы у нас это все было прописано. Тогда, идя на встречу с человеком, мы открыли свой блокнотик, почитали, сколько раз мы с ним встречались, о чем мы договаривались, что у него там интересного в жизни происходило на тот момент. Нам уже есть о чем с ним поговорить. Поэтому не ленитесь и заведите такую тетрадь. Пусть вначале она не будет заполнена вся, она, ну, начните ее вести. Поверьте, она потом вам пригодится. Может быть, даже уходя в другой проект, это будет ваша такая рабочая тетрадь, рабочий материал и ваши команды, люди, из которых вы потом построите команду. То есть, но это на самом деле очень полезная тетрадь, очень полезная информация. И закончить я хочу сегодняшний вебинар, с нашу сегодняшнюю встречу, слайдом, с которого, в принципе, мы можем начинать следующий вебинар. Люди, которые подходят нам для старта. Когда мы видим этот список, вот сделали мы этот список, и мы понимаем, вот список есть. Надо начинать работать. Надо звонить, надо назначать встречи. С кого мы начнем? Для того, чтобы не сломаться, для того, чтобы не получить там, не знаю, 20 нет подряд, которые очень могут нас погасить, да, весь наш энтузиазм. Мы просматриваем этот список и выбираем. Сначала мы людей выбираем, кому мы будем звонить, с кем мы будем назначать наши первые встречи. Мы выбираем открытых, активных, позитивных людей, приветливых людей, которые нам доверяют, которые мы доверяем. Мы выбираем легких людей. Людей, которые легкие в общении. А для того, чтобы нам с ними было приятно поговорить. Когда у нас уже будет большой опыт, мы потом уже, нам будет все нипочем. Мы уже будем брать список, мы будем там подряд, по диагонали, может быть, прозванивать. Но для начала мы будем выбирать. Выбирайте. Вы сами поймете, кто для вас самый комфортный, с кем вы совсем недавно о чем-то там разговаривали, общались. Поэтому подходящие люди для старта это легкие, открытые, приветливые. Вот с них и начинаем стартовать. И с ними мы и переходим к следующей нашей теме. Перейдем на следующем вебинаре, в следующий четверг, перейдем к следующей нашей теме и поговорим, что же мы с этими людьми делаем, как мы делаем им звонки, как мы планируем с ними встречи. А сегодня у меня все. Я благодарю вас за внимание, благодарю всех, кто был на связи, всех, кто смотрит на YouTube, кто досидел до конца. Желаю вам всего доброго и до встречи в следующий четверг. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok